Ловись рыбка большая и маленькая, а еще желательно бесплатно и не только карась. На федеральном уровне подумывают дать всем рыбакам зеленый свет и на всех без исключения в водоемах. Но почему с таким предложением не согласны наши местные депутаты, а главное сами рыболовы? Вот об этом мы поговорим в студии с Сергеем Казанцевым, президентом Федерации рыболовного спорта Алтайского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну насколько мне известно, на сегодняшний день есть определенные нормы и правила. Вот насколько они строги для простых рыболовов? Ну ничего страшного не случилось. Водоемы у нас как были доступны, так и доступны, за исключением тех, где работают добросовестные арендаторы. И не надо этого бояться. А правила у нас они единые, федеральные, которые для нашего бассейна. Это 10 килограмм рыбы пойманной в день, 3 судака и размер судака не меньше 33 сантиметров. По сути, все. Этого достаточно, чтобы удовлетворить все свои, как говорится, потребности по рыбалке. О чем тогда говорят федеральные власти? Чего они хотят? Смотрите, здесь есть, здесь не только хотят, я думаю, что здесь был некий такой посыл и немножко неправильно восприняли это сами рыболовы, некоторые из них. Почему мы, например, не согласны с тем, чтобы все частные водоемы, частные или взятые в аренду, попали под абсолютно бесплатную рыбалку? К большому сожалению, сознательность нашего населения, она еще не на таком уровне, чтобы следить в том числе и за природой, и за водоемами. И если мы те водоемы, где есть хороший добросовестный арендатор, который заполняет водоем рыбой, организовывает сервис, то есть места отдыха, там вплоть до детских площадок, с возможностью, ну, грубо говоря, отдохнуть, поставить палатку, либо беседку какую-то, мангальную зону и так далее. То есть ничего плохого в этом нет. Люди вкладывают в это деньги и для нас организовывают сервис. За этот сервис большинство рыболовов готовы платить. То есть не хочешь сервиса, пожалуйста, рядом может быть через 5 километров точно такой же водоем, но он бесхозный. Там нет рыбы, там нет места отдыха, там по большому счету находится бардак, там моют на берегу машины, вся территория забросана мусором и так далее. Ну, такое есть, и отрицать это не надо. Мы вот сейчас весна начнется, выйдем за новый мост, и буквально через неделю от нашей действенной природы, травки, которая только-только начинает расти, мы ничего не найдем. Потому что все будет забросано мусором, костровища будут разводить. Вот это всегда был нонсенс для нас. Вот есть костровища, да, приди и разведи там же костер. Нет, нужно отойти на метр в сторону и на зеленой траве разжечь новое, а потом оставить там же мусор. Поэтому мы, как сознательные рыболовы, которые всю жизнь этим занимаются, мы любим природу свою, и мы без этого жить не можем. Почему мы должны противиться тому, чтобы остались те водоемы, на которых все хорошо. То есть получается, вот это предложение депутатов, оно распространяется лишь на частные водоемы и страдает, собственно, бизнес, люди, которые этим занимаются. Ну, по большому счету, тут даже не столько бизнес, потому что я знаю людей, которые бизнес-то это не назовут, это бизнесом. Это просто их некая отдушина, они сами являются рыболовами, и ничего плохого в этом нет. Это наоборот только радость. И чем больше бы людей этим занималось, тем было бы лучше. Мы там за свой рыболовный спорт объехали полмира. Вот сейчас, буквально две недели назад, вернулись из Финляндии, и везде это нормально. То есть ты подходишь к определенному водоему. Там тоже есть водоемы общего пользования и водоемы, за которые нужно платить путевки, деньги за путевку. Ну, эта сумма, она чисто символическая, поверьте, даже несмотря на то, что мы там были в Европе, там какие-то 10 евро, например, 5 евро это может быть. То есть это абсолютно нормально. Но при этом ты понимаешь, что здесь стоит база, ты можешь прийти туда, ты можешь там переночевать. Ну, понятно, что это дополнительно оплачивается, но это тоже не какие-то невеликие деньги. И у нас, к сожалению, в Алтайском крае пока еще рыболовный туризм не развит даже на уровне, как вот в некоторых городах и районах страны. Потому что я уже за 20 лет, 21 год в рыболовном спорте, я много где был и вижу, как это развивается. Это нормально серьезный пласт бизнеса, это нормальная серьезная сфера услуг. Мы пока, к сожалению, этого не имеем в должном количестве, но хотя бы у нас это развиваться уже начало. За это спасибо как раз тем людям, которые неравнодушны к этому. А смотреть на это с точки зрения, давайте все водоемы откроем, давайте быстрее пустим всех желающих туда, чтобы они там сеток понаставили, ну и убьем мы эти водоемы через месяц. Таких случаев у нас в Алтайском крае достаточно много. Как только уходит охрана, как только уходит цивилизованный арендатор, как уходят оттуда нормальные рыболовы, водоем превращается в помойку. Ну и соответственно рыбы там тоже не будет. Ну конечно, и вычерпают буквально за месяц уже. Это будет трагедия, по большому счету. А вот эта вот формулировка у нас, водоемы для спортивного и любительского рыболовства, которая подразумевает, что на одном и том же водоеме можно оказывать сферу услуг в качестве, ну грубо говоря, приехал человек со спиннингом на лодке, да, и тут же человек ставит сеть, пусть даже законную, маркированную, как сейчас будет принято. Но это две категории, которые между собой несовместимы. Не поедет человек со спортивной снастью туда, для того, чтобы надеяться на то, что вдруг он не с первого раза попадет на сеть какой-нибудь дорогостоящей приманкой. Но по большому счету одни другим портят нахождение на водоеме, если так получается. То есть если одни это азарт, это спорт, то другие возможно поесть, продать и так далее. Вот, а теперь посмотрите две категории. Первая более сознательная, она готова платить за сервис, потому что ей важно первой категории просто половить рыбу, отпустить ее и так далее, получив с этого удовольствие. Второй категории, это не важно, второй категории нужна добыча, то есть конечный результат. Я очень сомневаюсь, что построенные базы там или еще что-то заинтересуют этих людей, и они готовы будут платить деньги, чтобы в них останавливаться, развивать какой-то туризм. То есть, ну, потому что априори этот человек, он уже настроен как можно больше забрать, ничего не отдав взамен. Ну, насколько мне, опять же, известно, существует определенный договор, который заканчивается 31 декабря 2020 года. Да, здесь уже, соответственно, наши власти, то есть я не юрист, еще раз говорю, не являюсь представителем власти. Я рядовой рыболов, ну, может быть, с категории спортсмен. Что получается? Конечно, у нас ведется уже такая программа о том, что эти водоемы будут каким-то образом перерегистрированы, и мы были на одном из крайних совещаний, как раз после чего вот эта инициатива-то и возникла. И слава богу, что, наверное, впервые за долгие годы на этом совещании присутствовали люди от разных наших государственных структур, которые, во-первых, друг друга знают, хотя бы так, ну, пусть там не близко, но знают друг друга. И у всех одна единая цель – сохранить водоемы Алтайского края как можно дольше в хорошем состоянии и развить эту сферу услуг. То есть мы начали разговаривать на одном языке, и это, слава богу, очень-очень хорошо, потому что для рядового рыболова и для развития, я думаю, наконец-то туризма рыболовного в Алтайском крае – это будет большой-большой плюс. Хотя бы это будет, пусть не туризм, но сфера оказания услуг. Вот я прочла в интернете, не знаю, насколько это верно, в Алтайском крае 20 участков для организации любительского и спортивного рыболовства, некоторые из которых подходят даже для международных соревнований. Так ли это? Для международных соревнований могу сказать, что да, однозначно у нас в ближайшем будущем, надеюсь, запустится грибной канал. Этот водоем соответствует на данный момент. Ну, конечно, там надо еще немножко подшлифовать это все. Власть нас, слава богу, слышит в этом моменте, и у нас даже есть там свой кабинет и свое отделение, но пока не работает, потому что объект не запущен. Но мы надеемся, как только объект будет запущен, мы будем там прилагать все силы для того, чтобы обратиться, вернуться к развитию детского рыболовного спорта в Алтайском крае, что было у нас там много лет назад. И, соответственно, этот водоем, он реально готов для того, чтобы провести там соревнования очень высокого уровня, пусть не международного, но российского, там, Сибирско-федерального округа, однозначно. И, соответственно, там есть возможность расселить спортсменов, все это в черте города практически. Ну, единственное, сейчас с ремонтом нового моста, старого моста, небольшие проблемы. Но, я думаю, еще и каналы не запустили. Ну, вот я сказала, 20 участков. А все остальные, это, скорее всего, сюда попали те же водоемы. Кажется, разве мало? Да, которые, ну, по большому счету, вот человек взял и организовал некий пруд. То есть, либо взял бесхозный водоем, либо выкопал котлован. И организовал на нем рыбалку. Ничего плохого в этом нет. У каждого рыболова есть выбор. Никто все водоемы, как говорится, колючей пролкой не опутал. Не хочешь идти ловить рыбу? Пожалуйста. Вот, меня, например, мало интересуют платные водоемы. В том плане, что где гарантированно можно поймать рыбу. Мне это неинтересно. Мне, наоборот, интересен водоем, который, ну, как бы сказать, более дикий. Либо там трудовая рыбалка, либо отсутствие рыбы. Вот, мы же соревнования проводим именно в тех местах, где практически любители не рыбачат. Потому что у нас каждая рыба, она трудовая. Ее нужно умудриться поймать. Для любителей это неинтересно. Поэтому у нас не возникает конфликтов. Мы не находимся на водоемах, как говорится, там, где большое скопление народу. И мы никому не мешаем совершенно. Вот, поэтому мне интересно вот пойти на речку. Я, будучи там спортсменом, спокойно сажусь напротив ВДНХ. Справа от Нового моста. Это мой любимый водоем. И тренируюсь там, ловлю мелкую рыбу. Мне этого достаточно. Но вот на, так скажем, естественных водоемах и реках рыба есть? Конечно, есть. Или, мне кажется, ее стало меньше заметно? Я помню детство, сядем с папой на озере, и вот клюет и клюет каратик. Конечно. Если бы с нашими снастями довернуться лет на 20 назад, да, у нас бы руки бы оторвались от улова, как мы говорим. Но на самом деле рыба умнеет, она есть, она очень капризная становится. Если вот я в 21-й год в рыболовном спорте, если вспомнить, какими лесками там и снастями мы ловили 20 лет назад, 10 лет назад. Хлеб и мякиш ловили, а сейчас, смотрите, как только кукуруза и то отборная. Да, сейчас рыба настолько капризная. Вы правильно сказали, она еще не всю кукурузу ест. Потому что сервис развивается, это, в принципе, нормально. Как бы рыбалка, она все-таки, на мой взгляд, кроме добычи, вот как сейчас охота стала, это некий процесс и удовольствие. За удовольствие надо платить. Мы готовы платить за удовольствие. Пусть не на водоем ходить бесплатно, но с Настей-то мы покупаем, и с Настей покупаем с каждым годом все круче и круче. И у большинства одежда, там, экипировка, она стоит гораздо дороже, чем все эти деньги, которые он тратит на себя в жизни. Поэтому ничего плохого в этом нет. Это развитие, это твой интерес, твой внутренний мир. И тебе нравится, ну, обогащать свой внутренний мир. Вот мне нравится рыболовный спорт. Рыбалка мне уже, она как бы постольку-поскольку. Вот находиться в компании себе подобных, когда ты там выходишь весь уставший, потный, радостный, потому что проиграл, либо выиграл. Ну, это все очень-очень здорово. Чуть раньше вы сказали, что есть желание возобновить детский рыболовный спорт. То есть у нас существовала такая структура. Да, у нас это было. Наши дети как раз, ну, скажем так, группа единомышленников, которая в свое время взялась возрождать рыболовный спорт, и федерацию рыболовного спорта, это был 99-й год. У нас к этому моменту подрастали дети. То есть мы были примерно одного возраста. В общем-то, все равно сын полка, что называется. Да, и мы своих детей вели в рыболовный спорт. Многие из них выросли, кстати, в ведущих рыболовых спортсменов страны и добились там звания кандидата в мастера спорта, мастеров. А потом получился некий такой пласт, когда никого нет. Ну и плюс у нас тогда была поддержка, в том числе и на государственном уровне, потому что, опять же, наши друзья, ребята, работали в местных администрациях, районах. И как бы нам было проще. Потом как-то вот случился такой провал, и очень тяжело собрать, потому что, ну, во-первых, ты должен вести ребенка. Нельзя просто привести ребенка со стороны. Ну, это не кружок, да? Ну, как бы... Допообразование, так скажем. Нет, мы это делали, причем в 99-м году как раз у нас была программа. То есть вы думаете, потянутся, обычные ребята, не ваши? Да, и она еще была, к тому же, у нас одобрена и утверждена. Да, мы вели основы рыбной ловли как раз во внеурочное время. То есть мы занимались, обучили 101 ребенка. Вот тогда это и было толчком, потом родился молодежный чемпионат и так далее. То есть много было всего интересного. Сейчас получается, что мы к этому опять придем, потому что у многих из нас появились дети, у многих из нас появились внуки. Да. И без этого все равно никак. Ну, и мы уже на стадии, когда уже большой рыболовный спорт как бы вроде интересен для нас, но в то же время уже хочется поделиться своими знаниями, отдать-то их все равно в полной мере ты сможешь только кому-то очень близкому. Это нормально. Поэтому, конечно, возродим. Ну, опыт-то действительно огромен, и не случайно вы сегодня пришли с медалью. Это две недели назад мы приехали из Финляндии, чемпионат мира по ловле на мормышку со льда. Ну, к сожалению, немножко не доработали, но водоем был достаточно тяжелый. Скажу так, что в первом туре три команды имели одинаковую сумму баллов, то есть три команды занимали первое, второе, третье место, расходясь только по весу, по сумме мест было все одинаково. Ну, вот в архиве теперь Алтайского края очередная медаль, потому что два наших спортсмена, ну, то есть спортсмен Сергей Баляхин в очередной раз приехал с медалью, но я в качестве старшего тренера сборной России у меня уже получается седьмая медаль с чемпионатов мира. Ну, ближайшие соревнования какие и где? Ближайшие. 15 марта мы уезжаем на чемпионат России в Екатеринбург. Напомню, что сборная Алтайского края является действующим чемпионом России. В прошлом году наши ребята очень достойно выступили, и плюс буквально несколько дней назад у нас появилось два мастера спорта присвоили ребятам звание по итогам прошлого чемпионата России. И надеюсь, что в этом году мы двумя составами, очень сильными, на мой взгляд, также достойно выступим. Спасибо большое, что нашли время. Пришли к нам в студию, не буду задерживать, знаю, что с Настей уже готовы. Сейчас поедем на водоем. Всего доброго. До свидания. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Казанцев, президент Федерации рыболовного спорта Алтайского края. Продолжение следует...